Сегодня хотел бы рассказать о достижениях информатизации отрасли животноводства, как на примерах Уорца-Плинори. Автоматизация учета животноводства имеет уже давнюю историю, уже порядка 70-х годов прошлого века она началась и связана была с тем, что появилась необходимость в обработке большого количества информации по каждому отдельному животному. В 2000 году компания «Плинор» по заказу Министерства сельского хозяйства выполнила контракт на разработку программного диспечения, который назывался «Племенной учет хозяйства в КРС» в рамках международного проекта «Арис», что, собственно, и послужило началом массового внедрения автоматизации племенного и зоотехнического учета. Рост потребностей достоверной, качественной информации для племенной работы, повышение компьютерной грамотности специалистов и руководителей привели к активному внедрению информационно-аналитических систем. Компания «Уорца-Плинор» уже 20 лет занимается проблемами животноводства и на сегодняшний день обладает всеми необходимыми ресурсами для исследования, разработки и поддержки программного обеспечения, помогающим находить правильные и своевременные решения. На данный момент внедрено более 3600 систем информационных в 77 регионах Российской Федерации, ну и, кроме того, в ряде хозяйств Казахстана и Беларуси. Что хотелось бы сказать. Большинство систем многопользовательские. Сколько реально рабочих мест автоматизировано, мы затрудняемся даже сказать, потому что к нам до сих пор обращаются клиенты, которые работают на ДОС-версиях нашего по программному обеспечению. Теперь хотелось бы остановиться на основных направлениях деятельности Компании. Помимо разработки программ обеспечения для молочного и мясного скотоводства, овцеводства и линеводства, уже теперь охватывающего все вопросы за и технией и ветеринарией, кормления, оптимизации рационов и управления отраслью, компания также занимается консалтингом и обучением по вопросам селекционно-племенной работы, кормления, воспроизводства и ветеринарии. Проводится сбор и обработка информации по животноводству Ленинградской области, региональным функциональным центром, собственно, которым мы и являемся. Помимо всего прочего, компания выполняет заказы аутсорсинга для актуализации информации на сайте быков-производителей РФ, ведение базы данных всех воспредприятий. В структуре наших клиентов 49% – это племенные хозяйства, 43% – товарные хозяйства, 4% – это министерство управления, департаменты сельскохозяйственных регионов, селекционные центры, и 4% – это образовательные учреждения. Компания УРЦ «Плинор» разработана линейка программных продуктов для всех уровней производства и управления. Все программы обеспечения, разработанное в УРЦ «Плинор», включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Автоматизирована деятельность специалистов, хозяйственных предприятий, государственных племенных служб, молочных лабораторий, региональных информационно-селекционных центров и многих других. Внедряемые информационные системы могут быть развернуты как в рамках отдельно взятого предприятия, агрохолдинга, концерна, так и масштабируемые на целый регион. В зале, я уверен, присутствуют представители организации, кто использует наше программное обеспечение. В рамках Ленинградской области создан информационно-аналитический ресурс по сдаче сельхоскопия предприятия оперативной отчетности на основе баз данных информационно-аналитической системы «Селекс». Данные из этого ресурса передаются в государственные информационные системы. А также ресурс по введению племенных документов на племенную продукцию и материал. Информация из сельхозпредприятия поступает в РИСЦ, где проходит верификацию и передается в информационную систему Комитета сельского хозяйства Ленинградской области. Важные условия информатизации в отрасли животноводства о работе в едином информационном пространстве. В настоящий момент предусмотрен обмен между продуктами различного направления специализации. Данными могут обмениваться рабочие места специалистов различных служб, зоотехников, ветеринарных врачей, оценщиков и прочих. Так и могут быть выгружены веб-приложения. Это отчетность, прям продажи, выставки, реализация скота. Или могут быть загружены из них. Это такие как быки-производители, карточки животных, разнообразные справочники. Интеграция информационно-аналитической системы в регионы, накопление и ежемесячная актуализация первичной информации из хозяйства в региональной базе данных позволяют не только обеспечить всю необходимую отчетность, но и получить разнообразные аналитические материалы. Дает возможность предприятию оценить свою работу по тем или иным параметрам на фоне остальных хозяйств региона, например, по племенной работе, по продуктивности, в том числе по реализации генетического потенциала, по воспроизводству и выбытию, по развитию молодняка и работе влюблевых производителей. Для районных управлений сельского хозяйства это аналитические материалы по структуре стадов, браковки и племенной продажи, анализу работы по животноводству, основным показателем работы отрасли животноводства, своду производства стада и производства молока. Для министерств, департаментов и комитетов сельского хозяйства возможность получать анализ текущего состояния животноводства региона в разрезе хозяйств и районов, а также прогнозирование на будущие периоды. Информационная система может использоваться в качестве инструмента для идентификации животных. Электронное мещение животных позволяет использовать информацию напрямую считывающего устройства, начинает быстрого поиска в системе посредством считывателя меток до автоматической передачи событий, зафиксированных устройств в базу информационно-информационной системы Селекс. Повышение уровня достоверности данных, снижение затрат на регистрацию первичной информации достигается путем организации взаимодействия информационной системы практически с любыми устройствами считывания электронных идентификаторов, присутствующими на данный момент на рынке, с подавляющим большинством программ обеспечения по управлению дайдным оборудованием. Возможно, загрузка данных из оборудования молочных лабораторий. Предлагается решение по автоматизации обмена с различными весовыми оборудованиями. Например, аппаратный модуль автоматизации взвешивания позволяет оптимизировать процесс передачи данных в информационную систему и исключить ошибки ручного ввода при взвешивании животных. Модуль может взаимодействовать с большинством электронных весов, предлагаемых для животного острова, в том числе и российского производства, или устройств считывания идентификационных методов. При отсутствии идентификации животных, номера вводятся в цифровую клавиатуру. К нами разработан ряд мобильных приложений. С некоторыми из них хотелось бы познакомить. Это мобильное приложение, которое позволяет вводить данные, производимые животным, манипуляция их прямо на месте, непосредственно рядом с животным. Разработанный в информационно-аналитической системе СЕЛИКС модуль ветеринария позволяет автоматизировать учет ветеринарных мероприятий, вести сбор, хранение, анализировать информацию, связанную с состоянием здоровья поголовья и отдельно взятого животного. Автоматически учитывать расход ветеринарных препаратов, дезинфицирующих средств и расходных материалов, получать внутрихозяйственную и государственную ветеринарную документацию и отчетность. С помощью мобильного приложения «Контроль качества молока» организуется электронный документ-оборот при проведении мероприятия «Контроль качества молока», который объединяет хозяйственные и молочные лаборатории и органы управления региона. Руководители получают доступ к сводным отчетам в личном комитете пользователя. Один из вариантов организации систем предполагает использование пробирок, оснащенных высокочастотными метками для снижения человеческого фактора, и бордик глубокой автоматизации процесса. Соответствующая разработка ведется совместно с специалистами ОРЦ «Плинор» и компаниями «Пентли» и «Фос». Внедрение системы позволит сэкономить сельхозпредприятию до 13 человеко-часов на проведение исследования у стада в 700 голов. Теперь немножко о том, какие типы информационных систем мы внедряем. Первый тип – это просто изолированная информационная система, которая локально устанавливается на рабочее место специалиста и доступ к информации существует только с этого рабочего места. И, в общем, этим оно ограничено. Все документы распечатываются и отдаются уже в общем режиме. Многопользовательские системы с автономным вводом событий. То есть это для случаев, когда нет каналов связи, а никаких. Такие ситуации до сих пор встречаются. То есть применяются в случае отсутствия вообще каких-либо каналов связи. Вся информация при этом аккумулируется на центральном рабочем месте, от удаленных рабочих мест. Информация курьером передается с помощью внешних носителей. Далее используются нами сетевые многопользовательские системы. Данные хранятся на выделенном сервере в общей базе данных. На рабочих местах специалистов разворачиваются, то есть так называемые толстые клиенты. Но, как правило, применяется в локальных сетях больших холдингов организаций. Ну и следующее решение – это на базе тонких клиентов, будь то удаленные рабочие столы, публикация приложений через интернет или подключение вообще к виртуальному месту специалиста. То есть все такие режимы работы предусмотрены. Немного о каналах связи. На сегодняшний день возможно организовать информационную систему с подключением удаленных рабочих мест практически из любой точки Российской Федерации в рамках приемлемых затрат. Для подключения к системе могут использоваться обычные каналы связи свотовых операторов или же даже каналы провайдеров спутниковой связи. Внешние антенны позволяют организовать соединение с приемлемой скоростью с базовой станцией провайдера сотовой связи. В случае отсутствия сотовой связи в принципе возможно использовать двусторонних каналов спутниковой связи. Зона покрытия перекрывает практически всю территорию Российской Федерации. Стоимость услуг при этом вполне приемлема для массового пользователя. Наша компания совместно с компанией РУСАТ провайдера спутниковой интернет успешно протестировала подключение удаленных рабочих мест к требуемым информационным ресурсам. Представитель компании также присутствует на нашей конференции. На сегодняшний день мы владеем всеми необходимыми технологиями, каналами связи, программным обеспечением для организации единой информационной системы по животноводству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова